ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сегодня пятница, 21 апреля, московское время, 23 часа 13 минут, и мы начинаем прямую трансляцию третьей отборочной игры весенней серии «Что, где, когда» 2006 года. Против телезрителей сегодня играет команда МТС. Переводчик Наталья Жукова, Москва. Учитель истории Ренат Хайбуллин, Казань. Экономист Владислав Филозапович, Самара. АПЛОДИСМЕНТЫ Инженер-программист Евгений Тёмин, Нижний Новгород. Журналист Мария Карпова, Москва. И капитан команды доктор технологических наук Владимир Кляус, Москва. Тренер команды МТС, магистры Крештов-Негонда, Александр Друзь. АПЛОДИСМЕНТЫ Против команды МТС сегодня играют 12 телезрителей. Леонид Крайнов-Рытов, Нижний Новгород. Юлия Клюева-Красногамская. Екатерина Карабач-Аплелевка. Валерий Герков-Убарова. Фёдор Клоков-Спаская. Павел Остапенко-Солегордс. Надежда Парташ-Клайпеда. Юлия Оленина-Ульяновск. Владимир Старостин-Минск. Татьяна Рабанина-Омск. Елена Кузьмина-Казань. Марина Торгунова-Штейнин-Убронг-Германия. Тринадцатый сектор. Весенние игры «Что-кде-когда». Телезрители против команды МТС. Игра до шести очков. Счёт 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Здравствуйте, господин Кляус. Здравствуйте. По-моему, впервые в истории клуба команда из знатоков руководит «Доктор наук». Почему вы решили поучаствовать в игре МТС? Просто интересно. Игра. Есть игра. Умная жизнь играет. Скажите, а вы были уверены, что попадёте в команду? Всё-таки «Доктор наук». Абсолютно не уверен. Это ничего не значит. А что значит? Наверное, какое-то понимание жизни, интерес к ней. Вот и всё. Уварова. Против вас, господин Кляус, играет художник-оформитель и по совместительству водитель транспортных средств Валерий Ерхов, город Уварова, Тамбовская область. Внимание, господа. Погон. Посмотрите. На погон достаточно. В одной из своих военных песен поэт Евгений Долматовский употребил слово «погон». И кто-то из высокого начальства, а поговаривают сам Сталин, сказал, «Погон советского офицера – дело святое. Его нельзя ничем пачкать». Тогда Евгений Долматовский заменил слово «погон» на другое слово. Внимание, вопрос. Через одну минуту напойте песню, о которой идёт речь. Вы ведь так хорошо поёте. Спасибо. Хорошо, это может быть свnat как-то с р caste. Пр�ту здесь, прямо аналия. Так, кровью кですか. На плечо. Хочешь от него мор angels? На погонах, молодцы. Да, на погонах. Так, хорошо. На почве, на малышах, Zhang. Какой вопрос? Это ещё да у deja у нас? Пройду из пальца. Нет, грязь. Хорошо, ребята, грязь. А теперь военная грязь. С горохом дELIBe. Сложно, на самом деле. Хорошо. Не, ну а парни надо привыкнуть. Гравит, как-то сложно испачкать, на мой взгляд. Не упасть, залечь. Так, что ещё? А войска-то какие-то? Артиллерия похожа. Артиллерия, да, похожа. А прапорчик? Вряд ли меня здесь связано с артиллерией. Это же артиллеристов песня. Действительно, имеет отношение конкретно. Помощь клуба. Возьмём помощь клуба. Ещё 10 секунд. Помощь клуба. Нет никаких. Помощь клуба вы берёте сразу? Да. В первом раунде? Да. Прошу, 20 секунд на помощь клуба. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Не на погоне, а на ладони. На ладони. Лежит у меня на ладони. Незнакомая ваша рука. Ночь коротка спят облакаю. Незнакомая. Конечно. Благодарим. Итак, прошу. Прошу ваш ответ. Хором? Отвечает Наталья Жукова. Наталья Жукова. Прошу вас. Ну, спеть вряд ли смогу. В общем, ночь коротка, спят облака и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. А исходно было на погоне. Танцевали. То есть, изначально Роматовский написал... И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Ну, это, в принципе, логично. На погоне во время танца лежит. Внимание, правильный ответ. Офицерский вальс или случайный вальс. Во время танца рука должна была лежать на погоне. Но оказалась на ладони. 1-0 в пользу знатоков. Но помощь клуба вы уже использовали свою. Господа, интересы команды МТС. Сегодня будет защищать вице-президент компании мобильной телесистемы Жегаш Эш. Добрый вечер, господин Эш. Добрый вечер, мои господа. Если вы посчитаете, что интересы вашей команды ущемлены, вы сразу заявите мне об этом. Хорошо? Хорошо. Договорились. А интересы телезрителей, как всегда, защищает вице-президент Бинбанка Григорий Гусельников. Добрый вечер, господин Гусельников. Мне кажется, вы всегда с особой частью защищаете телезрителей в играх против команды МТС. Конкуренция? Да нет, у нас нет никакой конкуренции. Я думаю, наоборот. У нас хорошие ставящие отношения. Просто мы поддерживаем одну сторону МТС, поддерживаем другую. Нормально. Пока счет 1-0 в пользу команды МТС. Второй раунд. Уважаемые телезрители, пользователи интернета. Как всегда, вы можете задавать свои вопросы знатокам в прямом эфире. Заходите на сайт 13.mts.ru и присылайте свой вопрос по интернету. Господин Кляус. Я хочу вам заметить, что от 13-го сектора очень многое зависит в этой весенней серии. Те, кто правильно ответил на вопрос 13-го сектора, выиграли ли игру? А те, кто проиграл в 13-м секторе, тот и в игре проиграл. Ну, мы постараемся традицию совмести. Ульяновск. Вы хотите сказать, что Минск? Давайте посмотрим. Вам кажется, Минск... Ульяновск. Все-таки Ульяновск. Тогда Ульяновск. Против вас играет школьница Юлия Оленина. Внимание, господа! Деревянные человечки. Посмотрите. Эти деревянные человечки высотой 60 см были изготовлены в 19-м веке. Но это не просто человечки. Внимание, вопрос. А что это такое? Это очень большая... Это шваречники. 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 60 см как раз примерно нормально. Это просто для посадки. Дуплянка, дуплянка. А почему скворечники? С чем нужны были скворечники? Ну, как садовые граммы? Как садовые граммы? Еще что можно? Что можно? Ничего, что можно? Свечи вставлять. Свечки. Свечки. Подсвечник. А куда свечки вставлять? Сюда. Сюда. А вот сюда. 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 Не знаю. Что-то. Вот. Сюда. 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 Ваш ответ. Кто отвечает, господин Девавис? Отвечает Мария Карпова. Прошу, Мария. Мы думаем, что это скворечники. Это «Скворечники» 2-0. 2-0. В пользу команды МТС. Господа, спонсор программы «Что, где, как та» компании «Форекс Куб» предоставляет возможность каждому из вас играть на международном валютном рынке «Форекс», основанном на разнице курсов валют. На прошлой неделе Александр Друзь спрограммозировал рост курса евро по отношению к британскому пункту. И его прогноз оправдался. Поэтому команда Владимира Кляуса в случае победы в этой игре получит 300 тысяч рублей от компании «Форекс Куб». Господин Друзь, скажите, пожалуйста, это вам взять подсказал, как надо прогнозировать или нет? В принципе, он рассчитал, поскольку он программист, он все это рассчитал на компьютере. Правда, он не знал, к чему надо приложить этот график. Но что-то он рассчитал. Господин Друзь, вы знаете, вы меня как-то по телефону спросили, а что было на прошлой неделе, мне, честно говоря, в голову не приходило, что вам на свадьбе захочется посмотреть, что происходило с курсом британского фунта на прошлой неделе. Видите ли, господин ведущий, просто программа выходит так поздно, что молодые уже отправились, куда им полагалось, да, а оставались гости, ну, а я как бы, ну, вместо того, чтобы разговаривать с новой роднёй, я смотрел. Господин Друзь, ну вы скажите хотя бы коротко, вы довольны тем, как прошла свадьба? О, да, довольны, единственное, что могу сказать, поскольку есть ещё Марина, дай бог, не последняя. Александр, будем ждать, как насядут на стол ваши внуки. Тренером! Господин Кляус, помощь клуба вы использовали, но ещё у вас осталась помощь магистра. Один раз за игру ваш тренер Александр Друзь может обсуждать вопрос вместе с вами. Мы помним об этом, господин Друзь. А если захотите, вы обсуждали этот вариант с господином Друзьём, вы можете сохранить помощь магистра. Если придётся играть решающий раунд, господин Друзь может сыграть в нём. О, это новость, это новость. Господин Друзь, вам будет над чем подумать во время игры, а может быть до этого дела не дойдёт. Краснокамс. Хуч-хуч-хуч-хуч. Против вас играет парикмахер Юлия Клюева, город Краснокамск, Пермская область. Господин Кляус, на заре советской власти в Якутии можно было увидеть винные этикетки, на которых были написаны различные суммы. На модели 1 рубль, на какой 10 рублей, на портвене 25. И на каждой из них стояла печать и подпись наркома финансов Якутской республики тех лет Алексея Алексеевича Семёнова. Внимание, вопрос. Почему нарком финансов лично ставил свою подпись на винных этикетках? Да, денег не было. Денег не было. Нет, и что значит сам это? Ну что они могли открыть деньги? Нет, и что значит сам это? Расплачивать. Проблема доставки, конечно, дела. Чтобы не подделывали. Чтобы не подделывали. А что-то не подделывали. Нет, нет, на этикетках же было. На вином подделывать. Видимо, на этикетках. Да, на этикетках. Хорошо. Подождите, нет, непонятно, значит, почему? Может быть, на этикетке. То есть человек покупал за 25 рублей, а потом отдавал, и это считалось как денег. Так получается, что ли? Очень нет. Расплачивать. Может быть, просто там это субподельные были? Нет, может быть, это и право денежные нет. Что-что? Само все денежные. Да, это доставка на личности. Куда там? Хорошо, что еще кроме денег может быть? Так, а что еще? Вон Путин. Вон Путин. Вон Путин. Значит, дядь, но убежал. Давай, за шкуркой кинем. За шкуркой может быть что-то связанное. Там, где-то там в шкурке были количество взрывов. Деньги. 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 Денежкам просто деньги. Отвечает Евгений Демин. Прошу, Евгений. Мы считаем, что вот эти самые винные бутылки с соответствующими этикетками заменяли собой настоящие бумажные деньги, но подпись наркома удостоверяла подлинность этих денег. Действительно, законные платежные средства. Бутылка с вином, с соответствующей этикеткой с подписью наркома, это законные платежные средства. Это соответствует номиналу, который помещен на этикетке. То есть вы хотите сказать, что рассчитывались бутылками с вином? Да хотя бы. Было трудное время. Но в принципе, можно было отклеить этикетку, поскольку подпись сохраняется на этикетке. Поэтому сохранится и подлинность. Считается та же сумма. Господин Демин, вы дали два разных ответа. Один ответ – то, что подписывали бутылки с вином и рассчитывались бутылками с вином, а второй – то, что подписывались на этикетках. Подписывались на этикетке, понятно. На бутылке сложно подписаться, на стеклянное. То есть что делали-то? Подписывали этикетку, чтобы потом эта этикетка фактически служила вместо настоящих денег. Можно вместе с бутылкой было расплатиться, если трудно самому отклеивать. Главное, что этикетка заменяла реальную бумажную купюру. Этикетка с подписью. А бутылку куда девали? Бутылку можно было сдать, например. То есть вы хотите сказать, что нарком финансов Якутской Республики Алексей Алексеевич Семенов ходил сдавать бутылки? Ну, в стране напряженка была, и это бывает. Теперь, внимание, правильный ответ. Из-за того, что в стране в те годы была явная нехватка денежных купюр, нарком и финансов в разных регионах делали деньги из разных подсобных материалов. Посмотрите на экран. Семенов выбрал в качестве купюр винные этикетки. И чтобы их не путали с обычными этикетками, нарком лично проставлял номинал. Видите, вот 25 рублей написано. Ну, хорошо. Я думаю, что вы все-таки выбрали ответ. Этикетки 3-0 в пользу знадоков, в пользу команды МТС. Господа, в весенней серии «Что, где, когда» три команды новичков под руководством трех магистров соревнуются за право войти в элитарный клуб знадоков. Команда Ксении Накладовой под руководством Виктора Сиднева свою игру проиграла с отчетом 6-5. Поэтому победителем весенней серии станет либо команда МТС, которая сейчас за столом находится, либо команда Вячеслава Белова, которая на прошлой неделе обыграла телезрителей со счетом 6-4. Господин Белов, скажите, вы впервые в жизни болеете за команду телезрителей? Пожалуй, господин Ильич. Скажите, господин Белов, ну, может быть, вам все-таки стоило взять решающий раунд? Я думаю, что господин Мухматуллин, например, уж точно на последний вопрос бы ответил. На который он отвечал, по-моему, без обсуждения ответил тогда? Я считаю, господин Ильич, что для команды важна была победа. И вы ее добились, но вы поставили себя в сложное положение. Вы теперь будете переживать, с каким счетом закончится игра. Посмотрим. По традиции МТС наградит лучшего знатока сегодняшней игры. Любимой книгой знаменитого абонента МТС. Господин Эш, от кого будет приз сегодня? Сегодня приз – это любимая книга Юлии Чипаловой. Юлия Чипалова. Юлия Чипалова – это знаменитая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира. Это книга Льва Толстого и Анна Каренина. Я хочу сейчас прочитать вам ее пожелание. Лучшему игроку команды МТС с пожеланием победного старта в игре «Что, где, когда». Болею за вашу команду и верю, сегодня вы обойдете ваших соперников и станете первым. 21 апреля Юлия Чипалова. Благодарю вас, господин Эш. Надеюсь, приз от олимпийской чемпионки достанется тому, кто покажет сегодня чемпионскую игру. Четвертый раунд. Уважаемые абоненты МТС, у вас есть возможность помочь господину Эшу выбрать лучшего игрока команды МТС. Отправляйте ваше смс-сообщение на номер 777 с фамилией лучшего, на ваш взгляд, игрока. Напоминаю состав. Евгений Демин, Наталья Жукова, Владислав Филозакович, Ренат Хайбулин, Мария Карпова и Владимир Кляус. Господин Кляус, скажите, а с помощью клуба в первом раунде это вы придумали или господин Друзь вас натренировал? Нет. Ну, во-первых, я услышал от двух стендов нашей команды, от Марии и Наташи, значит, предложение. У нас действительно не было таких вот сразу версий. Все-таки сложно входить в игру. Поэтому, значит, наш тренер подтвердил вот сейчас в этом перерыве, так сказать, правильность нашего выбора. Тренер, ваш тренер знает многое. Апрелевка. Против вас играет студентка Мария Екатерина Коробач, Московская область. Господин Кляус, послушайте. Там горят, там горят, переливаются ячейки самоцветов, лазурно-синих, густолиловых, пронзительно-оранжевых. Восточный ледяной дворец, кристальный гарем-грот, снежный чертог султана. Все новые и новые путешествия и ни одного похожего к неведомым, безымянным, необозначенным на картах землям. Внимание, вопрос. Где все это видел французский писатель Филипп де Лерм? Это скотно. Хорошо. Может, пещера? Мирожили, мирожили. Почему такой набор цвет? Мирожили, звездное небо. Луна, Луна, в телескоп. Хорошо, в телескоп, в телескоп. Так, еще раз. Хорошо, что с ним появляются разные, какие-то мотивы. Хорошо, а просто, может быть, цвета, 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 цвета. Черток султана. Типа калейдоскоп может быть. Калейдоскоп? Да, калейдоскоп хорошо. Еще, еще что может быть? Может, облака, облака поехали. Каждый раз новые. Облака там, где они переливаются. А почему они куда-то путешествуют, куда-то неведомые земли? Это воображение может. Это воображение разве? Воображение не путешествует. Что он во сне видел, нет? Да. Просто сон. Это что-то такое, какой-то образ. Земли, которые... А где он это видел? А где он это видел? Могут быть либо глубины океана, либо пещеры. Хорошо, пещеры... Там крот есть, и пещеры. Ничего, гарем, гарем, чертогетаны. Так, гарем. Гарем, значит. Почему гарем? Почему гарем? У нас есть, что-то загадочное. А мы гарем. Что еще может быть? Что-то интересное? В рот. И ярко. Кто отвечает? Тишина. Прошу. Кто отвечает, господин Кляус? Попробую я ответить. Попробуйте. Ту версию, которая развлечала, может быть, он говорил о калейдоскопе. То есть вы хотите сказать, что несмотря на то, что вам говорили разные версии, вы выбираете все-таки калейдоскоп, как говорил Евгений Демин в начале, да? По-моему. Нет? Не вы? Не уверен. Я еще плохо различаю ваши голоса. Капитан выбрал свою версию. Спасибо, господин Дарусь. Идите ко мне. Поможете. Мне отсюда ведение. Внимание, правильный ответ. Все эти самоцветы и дворцы Филипп де Лерм видел в калейдоскопе. Посмотрите сами. 4-0. Господин Козлов. Господин Козлов, добрый вечер. Насколько мне известно, вы всегда переживаете за все команды МТС. Чем это вызвано, скажите? Господин Ильич, я всегда переживаю за все молодые команды, играющие в клубе. Но я знаю, что за команды МТС вы особенно всегда переживаете. Вот почему? Я думаю, что вы просто не обращали внимание, как я переживал, например, за команду господина Белова. И искренне радовался их победе. Совершенно истинно. У вас просто неправильно это впечатление сложилось. То есть вы не переживаете за команды МТС, я вас понял. Я переживаю за нее тоже. Они новички в первый раз за столом. Как же можно за них не переживать? Тем более такой страшный счет 4-0. Сейчас самая большая опасность. Решить, что они уже сделали игру, а вся игра еще впереди. Господин Бурда. Здорово. Добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас дела? Я очень рад, что вы к нам в гости приехали. Большое спасибо. Пока всем, Борис. Борис, а вы можете посоветовать? Вот если человек хочет стать на таком, что ему лучше делать? Идти в городской клуб, там играть и пытаться пробиться в наш клуб? Или лучше участвовать в игре МТС? Вот какой способ вы посоветуете? Я посоветую обязательно использовать оба способа. Два лучшего человека. Хороший совет, господин Бурда, будут к вам обращаться. Пятый раунд. Госпожа Жукова, в вашей команде 4 человека играют в клубах что где когда в своих городах. И только вы, господин Кляус, не имеете никакого опыта игры. Вот господин Кляус про себя рассказал. А вас что заставило стать знатоком? Скажите. Наличие телефона МТС и телевизора. Скажите, а вы что, раньше смотрели телевизор и вместе с знатоками отвечали? Ну да, в общем я играла, посылала смс-ки. Мне просто было интересно как успели. Но вы сходу выиграли? Ну как, я довольно долго играла. Выиграла один телефон МТС, потом еще некоторое время играла, выиграла второй телефон МТС. То есть у вас теперь много телефонов. Омск. Против вас играет финансист Татьяна Рабанина, город Омск. Внимание, фрукты и цветы в таракотовой вазе. Господин Кляус, скажите, вы знаете эту картину? Нет. Не знаете? Это вопрос? Я правильно ответил? Четыре один, да. Внимание, вопрос. Сколько времени потребовалось голландскому художнику Яну Ван Осу, чтобы написать эту картину? Слушайте, может быть целый год. Год, потому что север. Попрыгив с весны до осени. Светы, весна, осень. Значит там награды. Ну нет, там. Он обязательно с натуру писал, да? Значит весна, осень. И вот зимой ничего нет. А почему нет? Дата есть. 77-78. Год. 77-78. А почему так? Семьдесят зима. О чем говорит зима? А если в Голландии, в голландской зиме. Голландская зима, теперь могут зимой, врачи, в столе разжирение. Вот сухие, это самое, сахилисты сверху, да. Хорошо, еще что можно сказать? Так, а еще что-нибудь? Во время обеда, не надо. Не, ну это осень. Пионы цвет пион, а не розы. Ну пионы вот, весна. Пионы весна. А на град, она на нас, знаете, как-то, наверное, в разные времени. А на град шесты, шесты, типа восемь дней вокруг света что-нибудь не можно такое вот. А я вечерин дорисовывал. Ну да, да, да. Сколько времени, все-таки какое-то жесткое должно быть. Яйца птичьей, весна. Еще что? Значит, сам, это весна, если это есть. Ну что, сухие, есть ли зима, да? Кто ответит? Кто ответит? Кто ответит? Кто ответит? Кто ответит? Хорошо, кто отвечает? Отвечает Мария Карпова. Хорошо, Мария. Мы думаем, что художнику понадобилось написание этой картины один год, потому что на ней представлены вот разные растения, цветы, фрукты, которые вот, ну, как бы созревают или начинают свести в течение всего года. И что? И он писал, каждый из этих вот, каждый из этих объектов, он писал, естественно, с натуры, вот в тот момент, когда они там цвели или созрели. А теперь, внимание, правильный ответ. Пять-ноль. 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 Господин Паташов, что-то, кажется, совсем тяжко будет вашим подопечным. Им полезно. Полезно, может быть. Господа, компания Forex Club предоставляет возможность каждому телезрителю, не выходя из дома по интернету, играть на международном валютном рынке Forex. Заходите на сайт forexclub.ru, регистрируйтесь и получите 1000 долларов США на свой виртуальный счет. А тот из вас, кто заработает за следующую неделю наибольшую сумму виртуальных денег, получит от компании Forex Club выигрыш настоящими деньгами. А на прошлой неделе победителем игры на forexclub.ru стал Гасанов Илкин Валиш Адлы из города Федули, Азербайджан. Его выигрыш составил 1955 рублей. Поздравляем господина Гасанова. АПЛОДИСМЕНТЫ Счет 5-0 в пользу команды МТС. Господин Эш, скажите, пожалуйста, вы довольны результатами своей команды, я надеюсь? Очень. Вы посмотрите, с вашим приходом просто... АПЛОДИСМЕНТЫ Вы какой-то талисман! Господин Гусельников, что мы будем делать? Ну, во-первых, я думаю, что при нашей все-таки не талисман, потому что после этого не значит по причине. Это, знаете, такая латица пост-хок-эрго-профтахо. Это, во-первых. Во-вторых, мы будем продолжать излучать безудержный оптимизм, который, конечно, кем-то может быть принят за умственную недостаточность и говорить о том, что телезритель, который получит, завоюет для телезрителя шестой победы на очко, получит 60 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя, конечно, все это шутки! На самом деле, если серьезно, если серьезно... А давайте мы с вами так поступим. Если выиграет, он получит не 60, а сколько? Если сегодня выиграет шестое очко. Сколько вам фантазии хватит? Вы знаете, господин ведущий, фантазии мне может хватить на много. У меня есть ощущение, что не выиграет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давайте 300! Хорошая цифра! Хорошо, пускай будет! АПЛОДИСМЕНТЫ 300 тысяч за шестое очко! АПЛОДИСМЕНТЫ Если не про деньги, серьезно! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, что, на самом деле, нет никакой трагичности в этой ситуации, потому что такой проигрыш телезрителей вполне компенсируется прелестью такой игры и таким выигрышем из атаков. Эта игра – это часть жизни. И радости надо уметь извлекать из любой ситуации. Мне кажется, это вот как раз очень хороший момент для того, чтобы понять, что прекрасен не только выигрыш, но и проигрыш. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю вас, господин Густельников. 5-0. И мы начинаем шестой раунд. Уважаемые телезрители, чтобы выйти в весеннюю серию, команде МТС достаточно выиграть 6-4. А счет сейчас 5-0. Таким образом, нужно взять один из пяти вопросов, чтобы обойти команду Вячеслава Пилова. Господин Грунзович, вы не спросили тренера, может быть, они хотят взять решающий раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас каждый раунд может стать решающим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Грунзович все знает, все знает. АПЛОДИСМЕНТЫ Против вас играет Марина Торгунова. Город Штейнен. Брон Германия. Господин Грунзович, скажите, пожалуйста, а возвращаясь к вашему зятю, он вообще интеллигент? АПЛОДИСМЕНТЫ Я не оперирую по отношению к нему такими понятиями. Но он молодой и изящный. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодой и изящный. Очень хочется увидеть его, господин Грунзович. Я всех ваших родственников знаю, а его нет. Какая разница, господин Грунзович, ей не нравится, но и все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Госпожа Жилкова, господин Кляус. Да. Это похоже на то, как будто молодой и изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена, теща, своячница и бабушка жены. Внимание, вопрос. О чем так образно написал Антон Павлович Чехов во время своего путешествия из Костромы в Кенишму? Поезд. Поезд. Так, хорошо, еще какие могут быть путешествия? Путешествия. Что еще есть? Если не поезд, если какой-то другой, так хорошо. Не очень. А где? На корабле. Волга – это по Волочи, да. Страма – это Волга. Волга. Волокей. Волокей. Волокей много. Волокей не изящный. Волокей не изящный. Волокей не изящный. Красиво, изящный. Красиво, изящный. Парусов? Парусов. Парусов. Парусов, парусов. Парусов —? Чехов. Чехов –? Четверо, четверо, четверо. Весна-лето зимовая день – зав impro basket – во время путешествий. Чехов, чего ты тут делать? Интеллигент, интеллигент. Ну он – в черном, телл Conference. Да фампы個. Красиво, красиво одеты, что? Хорошо, но все-таки далее в поезд. Поезд. Заasmine, во или последнее – вперед не дают идти. Вперед не дают идти. Прошу, кто отвечает? Отвечает Евгений Демин. Прошу, Евгений. Так, ну мы считаем, что речь шла о жизнедорожном поезде, то есть интеллигент — это паровоз, а все это и его родственники — это вцепляющиеся за него сзади вагоны. Господин Демин, а о чем он говорит, что во время путешествия из Костромы в Кинишму? Ну, вероятно, там у нас пролегала железная дорога. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Белов, вы можете смелее улыбаться. Можете смелее улыбаться. Хотя, господин Кляус, вы могли бы выиграть эту игру со счетом 6-0, если бы послушали Наталью Жукову. Где находится Кострома? На Волге. А Кинишма тоже на Волге. Во время своего путешествия по Волге Чехов сравнил баржи с женой, тещей, своячницей и бабушкой жены, а с молодым интеллигентом он сравнил буксир. Бег один! Уважаемые телезрители, голосование началось. От вас зависит, какую сумму заработает Марина Таркунова из немецкого города Штейненбро. Это будет первый выигрыш в этой игре телезрителей. Господин Гусельников, но вы пока не бойтесь за 300 тысяч, надеюсь, вам? Я за 300 тысяч не боюсь. А вам вопрос понравился? Ну, да, достаточно хороший вопрос. Но мне вообще кажется, я вообще думал, что я сейчас боялся, что игра закончится счетом 6-0, когда приз за лучший вопрос получил бы тот человек, который вопросы подбирал. Потому что количество вопросов, на которые я лично уже знал ответы, оно превосходит нормальное статистическое значение в несколько раз. Мы подправим вашу статистику, господин Гусельников. Все ведь зависит от волчка, вы знаете. Уважаемые телезрители, третий год подряд компания МТС собирает из числа своих абонентов команду МТС. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы были капитаном первой команды МТС и с тех пор сыграли в нашем клубе 6 игр, 5 из которых выиграли. Андрей, скажите, как вот сейчас отражается ваша игра в нашем клубе на вашей жизни повседневной? Как-то отражается, господин ведущий. Ну, вас, например, окружающие знатоком обзывают? Шутку тоже, господин ведущий. Ну, шутит так. Уважаемые телезрители, а рядом с господином Бучуткиным стоят участники второй команды МТС Владимир Антогин и Владислав Лихачев. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господин Лихачев. Насколько мне известно, где господин Лихачев? Вот господин Лихачев, добрый вечер. Насколько мне известно, вы с господином Филозаповичем играете в одной команде в Самаре. Это вы его уговорили поучаствовать в игре МТС? Нет, мой тезка, человек очень самостоятельный и играл в разные конкурсы на радиопрограммах и в телепрограммах еще задолго до нашего знакомства. Ну что ж, а сейчас мы узнаем, какую сумму заработала Марина Тарбунова. Голосование закончилось в 78 114 рублей. Поздравляем вас, Марина. Седьмой раунд. Уважаемые абоненты МТС, напоминаю вам о том, что вы можете определять лучшего знатока этой игры. Отправляйте смс-сообщение на номер 777 со своего телефона МТС с фамилией лучшего, на ваш взгляд, игрока команды МТС. Помогите господину Эшу. Госпожа Жукова, вы расстроились? Ну, пока не очень. Пока не очень. Вы знаете, госпожа Жукова, самое интересное, что пока все команды МТС проигрывали свои первые игры на решающем раунде. Ужасно. Спасская. Против вас играет инженер-электрик Петр Клоков, село Спасское, Нижегородская область. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Комбанва, сон кейсуру, тисики дзин. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В Японии полицейские строго следят за нарушителями правил парковки на улицах Токио. Специально для борьбы с любителями бесплатно постоять на платной парковке, на вооружении девушек-полицейских есть подобная палочка, на одном конце которой прикреплен кусочек мела. Если полицейская видит, что оплаченное время парковки закончилось, она проводит мелом линию по колесу машины нарушителя и по асфальту. Это своеобразное последнее японское предупреждение автовладельцу. Если через полчаса машина не уедет, ее заберут на штрафстоянку. Внимание, вопрос. Что придумал хозяин одного японского ресторана, чтобы его клиенты не спешили покидать ресторан, заметив на колесе своего автомобиля последнее японское предупреждение? Как сказки были? Может, разрисовывали? Вообще, все, разрисовывали. Или все, колесо, улицу. Зебра, она широкая. Ему попросил в стоянку, где свет вверх. А на колесе, на место, не видно под глаза. Может быть, клиенту кладем пирог. На задней фоне стоял этот официант какой-то. Хозяин придумал. Хозяин придумал. Это если просто смыть колеса, там, смыть. Нет, нет, или мыл. Нет, он что, выходил мыл. А может, он часто выходил и мыл, это самое, колеса, и... А мыл, это перманетно. А вот домой подставлю. А нет, а надо было выходить к хозяину завершиваться. Так, прошу, кто отвечает? Отвечает Наташа Жукова. Свою версию. Прошу, Наталья. Ну, есть предположение, что хозяин просто выкрасил около своего ресторана место стоянки белый цвет, чтобы не было видно, где это отметили. Ваш ответ понятен. Скажите, Наталья, а как вам кажется, сколько это может просуществовать? Придет полицейский, накажет хозяина этого ресторана за то, что он не позволяет ему делать то, что он должен делать. Это ведь нарушение закона будет. Почему, наверное, не запрещено красить стоянку белый цвет? Теперь внимание правильное, жив. Внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Владелец этого токийского ресторана поручил своему служащему незаметно сдвигать с места автомобили клиента, чтобы проведенная линия по асфальту и колесу не совпадала. В этом случае полицейская понимает, что если этот автовладелец и нарушил правила оплаты, то не в этом месте. И его не штрафуют. Я думаю, дело в том, что хозяин этого ресторана наш бывший соотечественник. 5-2. Надо было что-то похитрее придумать. Голосование началось. 995-8181. По этому телефону нужно звонить, если вам этот вопрос понравился. И 995-8182, если вопрос не понравился. Господин Друзь. Да, господин Медведевич. Скажите, а вы там ответили на этот вопрос? Была у вас подобная версия? Я просто хочу понять сложность. У меня была версия, что надо каким-то образом сделать так, чтобы эти линии двинницы впадали. То есть прикол именно в этом. Но толкать машину или стирать и тихонечко рисовать, каблуком, соседнюю линию, это вот... Но стирать каблуком, это тоже нарушение закона. Ведь вы же понимаете, это полицейский нарисовал линию, а вы подошли и стерли. Это нарушение закона. А я нарисовал рядом. Господин Гусельников, а вы на этот вопрос ответили? Нет. Ну вот видите, статистика подправляется уже потихонечку. Дай еще 5-2. Господин Эш, скажите, пожалуйста, а как проходит голосование? Кто у вас сейчас лидирует? Господин Левин, не подглядывайте. Это постоянно меняется, но я могу назвать первую тройку. Это Наталья Жукова. Наталья Жукова. Мария Карпова. Мария Карпова. И? И Владимир Кляус. И Владимир Кляус. Достойная тройка, на мой взгляд. Голосование закончилось. 73 226 рублей заработал инженер-электрик из села Спаское на Нижегородской области Петр Клоков. Поздравляем вас. Счет 5-2. В пользу команды МТС мы начинаем восьмой раунд. Господин Идущий, господин Идущий, подождите. Да, да, да не волнуйтесь вы так. Мы просим, значит, чтобы исполнилась наша давнишняя мечта сыграть в одной команде с Александром Друзьем. Вы просите помощь магистра. Прошу, господин Друзь, за стол. Команда просит помощь магистра. Таким образом, этот вопрос вы будете обсуждать семером. Вместе с своим тренером, магистром Гриштовым, Александром Друзьем. Господин Поташов. Я думаю, что для команды Вячеслава Делова самое главное сейчас, чтобы телезрители выиграли. 13 сектор. Это было в прошлый раз. Нет? Нет, нет. Но мне показывают 13 сектора. Нет, в Нижний Новгород. Нижний Новгород. Господин ведущий, гороскоп. Да, господин Гусельник. Вы знаете, мне кажется, участие, господин Друзья в этом процессе вполне способно принести шестое очко. А самое главное, телезрители из Нижнего Новгорода рискуют не выиграть. Поэтому я хотел бы защитить его от этого момента. И в случае поражения в этом раунде он получит 30 тысяч рублей от первой страховой компании. Сколько? 30 тысяч. Господин Друзь, вы очень помогли литератору Леониду Крайнову-Рытову из города Нижний Новгород. Гром гремится, красно-дева суетится. Такую надпись сделал русский мастер Николай Иванович Кислов на одном из своих изделий. Внимание, вопрос. Что это было за изделие? Почему гремится? Печь, 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 печь. Погремушка. Почему красно-девать? Морковка, что-то загадка не может быть. Очень помните, что-то трясет. Гром гремит красно-девать. На что-то ворочие им похожи. На что похожи? На самовар. На самовар. А почему здесь самовар-то? Кипячение воды, да, пришел. Красно-девать, это может, который чай разбивает. Это что никто не знает. Что-то такое же делал мастер, а? Ваня, ваня, ваня. Ваня, 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 ваня. Ваня, 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 ваня. Висится надо. Хорошо, плита. Плита. Плита, плита, плита. Печник, она, ваня, ваня. Тоже кипит, значит, ты тоже как бы... Так, ну что, Влад? Лучше самовар-то. На самовар-то. Ну, плита. Не отобрать. Не отобрать. Так, прошу, кто отвечает? Отвечает Влад Филозапович. Прошу, господин Филозапович. Ну, наш ответ такой, что это изделие самовар. А почему гром гремится, красная дева суетится? Ну, гром гремится, то есть это имеется в виду, когда кипячение воды, звук вот этот, как бы напоминает... Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, просто объясните, что телевидители хотя бы поняли вопрос. Напоминает грохот грома. Красная дева суетится, ну, например, что на самовар ставится такая дева красная, и когда кипит самовар за счет пара, она вот крутится там... Крутится баба на самоваре, господин Русь? Вряд ли. Вряд ли. Ваш ответ понятен, господин Филозапович. Вообще, эту идею надо у мастера спрашивать, что ж вот это, это же не он писал, иначе мы бы не писали. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Белов. Да, господин Ильич. Ну что, будете готовиться к следующим играм? Как вы скажете, господин Ильич? Мы все уже сделали, что мы... Господин Белов. Да, господин Ильич. А как вы считаете, правильно команда ответила? Ну не знаю, пусть еще поволнуется. Пару минут. Господин Ильич, гром гремится, красная дева суетится. Очень близко вам, я даже удивился, что вы сели на этот вопрос. От чего может суетиться красная дева? От приближения жениха? Или еще что лучше, сватов? А что это за гром? Это звон колокольчика, который раньше вешали под дугой конской упряжей. Услышав звон такого колокольчика, девушка волновалась. Вдруг ее едут сватать. Эту надпись мастер-кислон сделал на колокольчике. 5-3. Голосование началось. Прошу вас, уважаемые телезрители. Господин Бусельников, скажите, а получит компенсацию телезритель, вот когда не помог багистр? Дело в том, что Леонид Крайнов-Рыцк уже получал компенсацию. Он уже получал, да? Поскольку его вопрос не выпал на предыдущей игре. А сейчас он получит, я надеюсь, большой выигрыш от Бинбанка. Если телезритель проголосует. Кстати, сказали, что господин Друзь сел на этот вопрос. Он сел, не зная вопроса. Наверное, если бы он его знал, может быть, он сел на другой. Господин Белов, не могу не спросить про ваше настроение. Оно лучше, чем при чете 5-0? Или примерно такое же? Ну, примерно такое же, на самом деле, господин Друзь. Потому что сейчас наша ситуация ровно такая же. Мы уже сыграем. Все-таки я вижу, господин Баташов очень за вас переживает. Голосование закончилось. 30 127 рублей заработал литератор Леонид Крайнов-Рыдов из Нижнего Новгорода. Такую же сумму, как вы ему отвечали в случае, если не ответить. Девятый раунд. Итак, господин Кляус, помощь клубу вы взяли, на мой взгляд, вовремя. Было очень точное решение. Помощь магистра вы не можете рассчитать, когда. Но Мит Волчок вам не помог в этом вопросе. И теперь вам нужно справляться самостоятельно. Напоминаю, что счет 6-4 вас устроит. Потому что, по нашим правилам, преимущество получает команда при равном счете, которая играет позже. Солигорск. Против вас, господин Кляус, играет Павел Остопеня. Город Солигорск, Белоруссия. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится предмет, который стал первым в мировой истории предметом лизинга. В 1877 году компания, основанная изобретателем этого предмета, стала сдавать его во временное пользование. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Может быть, пылесос. Потому что сначала действительно... В 1877-й отказки станут на телефон. Телефон нет смысла. Хорошо, еще что-то. Да, мы честим. Крепить какую-то. Пылесос, этого привозили им пользу. Стоп. Прошу ваш ответ. Я просто хочу узнать вашу версию. Господин Друзь захлопал на вашу правильную версию. Я попрошу вас покинуть зал, господин Друзь. Я захлопал на вашу правильную версию. Вы захлопали. Я видел в кадре, как вы захлопывали и вышли. Господин ведущий, он своим мыслям хлопает. Это была подсказка. Вообще мы должны слышать. Выдавать звуки во время обсуждения. Это подсказка. Господин Друзь, покиньте зал, пожалуйста. Прошу, отвечайте, господин Кляус. Я ничего не слышал. Что в черном ящике? Господин Друзь не справился с нервами. Думаю, что он запереживал, что не смог вам помочь. На помощи магистра, прошу. Телефон. Это телефон, как вам и проаплодировал, господин Друзь. А теперь, внимание, правильный ответ. В 1876 году Александр Белл получил патент на свое изобретение. И через год его компания Белл Телефон Компани стала сдавать в лизинг телефонный аппарат Белла. Господин ведущий. Но так, как господин Друзь подсказал этот ответ, счет становится 5-4. Господин ведущий, господин Друзь. Господин Друзь, господин, голосование началось. Господин Друзь, покиньте, пожалуйста, зал. Прежде чем я покинул зал, господин Друзь, я хочу сказать. Господин Друзь, мы с вами поговорим после игры. После того, что вы сделали... Мы захлопали, мы захлопали. Как только прозвучал телефон, вы захлопали. Господин Друзь захлопал, потому что решил, что в черном ящике шведная машинка Дингера. И заобратовался, что он вспомнил, что у них нет этой версии. Господин Друзь, господин Друзь, не имеет никакого значения. Это точно, как всегда, естественно, господин ведущий. Не имеет никакого значения. Господин Дурта, а что вы хотели сказать? Это было ее случайное совпадение. Я знаю господина Друзья в самых разных или за жестких ситуациях. И когда он мне с такой радостью сказал, что это швейная машинка Дингера, я понимаю, что это была его истинная версия. Это я могу ручаться. Но госпожа Карпова совершенно точно сказала, молодец, Мария, что это именно телефонный аппарат. Я не говорила. Ренат сказал. Это кто сказал? Ренат. Извините, пожалуйста. Это Ренат сказал. Ренат, поздравляю вас. Это была очень точная и своевременная версия. И тем не менее, так как прозвучали аплодисменты на словах телефон... Господин ведущий. Да, прошу, господин Эш. Я думаю, что все вокруг защитили эту версию. Я тоже ничего не слышал, но я через целый зал. Но я думаю, что это была очень честная версия, что там никакого звука, никакой подсказки не было. Нет, господин Эш, то, что подсказка была точная... То есть, в каком смысле, не подсказка, просто так совпало, наверное, что пошли аплодисменты в тот момент, когда была произнесена правильная версия. Давайте узнаем, сколько же выиграл телезритель. Голосование закончилось. 11 797 рублей выиграл студент Павел Остапеня из Солигорска. Поздравляем вас. Десятый раунд. Господин Кляус, я думаю, что вам сейчас нужно собраться, потому что нервы сдают не только у вас, но и у магистров. Может быть, отчасти вы пали жертвой того хаоса, который творился во время игр молодых команд с первой игры. Но хлопки, на вашей версии, не слушая ведущего, это стало такой традицией элитарного клуба, с которой я пользуюсь отсутствием господина Борчевского, с удовольствием борюсь. Но, несмотря на это, вам нужно играть. Клайпеда. Против вас играет Надежда Бакташ, город Клайпеда, Литва. Напоминаю, господин Кляус и команда, напоминаю вам, что если вы сейчас не ответите на этот вопрос, счет станет 5-5, и обойти команду Вячеслава Белова вы сможете только, взяв решающий раунд. Госпожа Жукова, скажите, а с каких языков вы делаете переводы? С английского. А вы знаете коми-зырянский язык? Нет, к сожалению. Тогда, внимание, вопрос. Что в переводе с коми-зырянского языка означает слово «ов»? «Ов». 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 Это где по географии? «Север». «Ов». «Человек». «Что означает?» «Ивы». «Человек». «Язык». «Ов». 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 «Ураус». «Иванов». 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 «Может, и просто фамилия». «А нет слова». «А немного, что называется?» «Ов». «Его». «Ов». «Его». «Ов». «У них не было фамилии. «Его». «Человек». «Что?» «Что в коротинь-термятском языке?» «Явно пришло слово. «Никаких» у нас данных нет. «Ов». «Иванов», «Петров», «Сидоров». «Заевич», «Дова нет». «Сын». 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 «Мне кажется, что фамилия». «Сын». «Сын», « compiler». Поехали. Дальше. Итак, прошу. Тишина в зале. Кто отвечает, господин Кляус? Попробую я ответить, хотя, конечно, это оказался для нас непростой вопрос. Может быть, это слово означает просто русский человек. Русский человек. А теперь, внимание, правильный ответ. В средние века зыряне носили только имена. И как вам говорила госпожа Жукова, раз 15 с приходом русских у них появились фамилии. А так как русские фамилии чаще всего заканчивались на «ов», в комизарианском языке словом «ов» стали обозначать и само слово «фамилия». 5-5. Голосование началось. И сейчас основной вопрос будет ли брать команда Владимира Кляуса решающий раунд. Рисковать или нет? Напоминаю, что все предыдущие команды МТС проигрывали на решающем раунде. Господин Косков, вы как считаете, надо брать решающий раунд или лучше просто выиграть? Я думаю, что у этой команды, может быть, это единственный шанс продолжить игры в клубе, это взять решающий раунд. Я бы без сомнения взял. А у вас есть точка зрения, кого бы вы оставили, вот посмотрев на эту команду? Да, есть, господин ведущий, хотя я предлагаю капитану не слушать ее как мой совет, а просто моя точка зрения бы Наташу оставил, конечно. Наталью Шукову мы бы оставили. Господин Коташов, а вы как считаете, стоит команде брать решающий раунд или важнее просто выиграть? Хороший вопрос, господин ведущий. Я не знаю. Я бы на их месте, наверное, не брал, а им, может быть, и стоит взять. Господин Коташов, у меня вопрос к вам и к господину Белову. Учитывая, что здесь нет Михаила Борщевского, у меня есть к вам предложение. Давайте, если команда выиграет в шестером эту игру, то в летних играх сыграют обе команды. И Вячеслава Белова, и команда Владимира Кляуса в одной игре по очереди, и там разберутся, кто из них сильнее. Как вы считаете? Но здесь нужно обоюдное согласие. Если там где-то есть господин Русь, передайте ему, что он может зайти. Господин Коташов. Я лично считаю, что это хорошее предложение. Я бы на него согласился решать Вячеславу. Вячеславу. Прошу, Вячеслав. Тогда, если сейчас еще раз, чтобы вы правильно поняли. Да что ж тут непонятно, господин Русь. Извините. Извините. Вы согласны на такой вариант? Если команда Владимира Кляуса в полном составе сейчас выиграет этот вопрос, вы будете играть в своей игре по очереди. Не ответили на вопрос, встали. Если сейчас, если вы не согласитесь, то команда берет решающий раунд или не берет, это уже как они решат. Да, господин Русь, мы берем. Мы согласны. Господин Кляус, вы согласны на такой вариант? Да, согласны. Согласны, господин Русь. Нашелся ли господин Русь? Нет, господин Русь. Видимо, вы ему так говорили. Убежал на поезд. Да, кстати, господа, голосование закончилось. 39 057 рублей заработала Надежда Барташ из Клаймеды. В следующий раз, Надежда, я надеюсь, что вы нам покажете свою фотографию. Господин Гусельников, вы все на карточку, на карточку все отправляете. Конечно. Господин Гусельников, не отказываетесь ли вы от своих слов, что телезритель, заработавший шестое очко, получит 300 тысяч рублей от Минбанка? Сотрудники банков никогда от своих слов не откажутся. Итак, 11 раунд. Да, будет знать господин Борщевский, как пропускать игры. Я понимаю, что правительственные дела, но видите, что без него делается. Итак, для вас... Для вас сейчас главное ответить на этот вопрос. Господин Эш, я думаю, что вы не в курсе. Господин Друзья уже пятый раз за подсказку удалил из клуба. У него штабная должность такая. Я думаю, что этот раз это был неправильный раз. Я не согласен. Минск. Против вас играет Владимир Старостин, город Минск, Белоруссия. Я прошу следить за подсказками, так как общеизвестно, что во время пленочных вопросов подсказывать особенно легко. Я не побоюсь не засчитать еще одно очко этой команде. Вопрос снят самим телезрителям. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, скажите, в каком городе можно часто встретить людей, стоящих в такой вот позе? Удачи. Вопрос понятен вам? Удачи. Вас век с ним может быть удачи? А почему? Что подпирается? Что подпирается? Приветствую. Нет, подпирается. Что подпирается? Какая-то какая-то статуя, в которую он вот так вот строгает рукой. Где? Где? В пиздец. В пиздец. В пиздец. Хорошо. Отлично. Отлично. Да, да. Еще какой может быть? Еще что-нибудь? Болкончиком. А рука зачем? Они бы так хотят. Понятно, понятно. Да. Наклон, да. Пиздец. Шар земной. Шар земной. Нет. На их батаре там обычный знак. Глобус театр. Глобус театр. Значит, еще что может быть? Может какие-то типа Макдональдса вот что-то там такие стоят? Нет. Макдональдсах, естественно, аварома, это какое-то уникальное что-то должно быть. Наклон мне нравится. Нет, нет, нет. Понятная. Понятная. Давай. Итак, кто отвечает? Тишина. Отвечает Ренат Хайбулли. Наконец-то. Спасибо. Господин ведущий, что вспомнили. Ну, видимо, судя по всему, часто так бывает, что фотографирую за сопримечательностями. Часто бывают, занимают позы какие-то, где при этом можно включить в кадр сопримечательность. Очевидно, это поза. Не знаю, мне показалось, что это что-то подпирающее. Возможно, это Пиза и Пизанская башня. И как бы ты подпираешь ее, фотографируешь, забавно получается, наверное, теоретически. Ответ ваш понятен. Ответ ваш понятен. Господин Кляус, у меня к вам вопрос. А если бы вы брали решающий раунд, вы бы кого оставили за столом? Вот, я бы волновался между Наташей и Ренатом. Наташа, а вы бы ответили на этот вопрос? Так или по-другому? Не знаю. Внимание, правильный ответ. Людей, стоящих в такой позе, достаточно часто можно увидеть в итальянском городе Пиза. Посмотрите на экран. Так эти люди фотографируются около падающей Пизанской башни. И самое интересное, что вы этого не знали, но догадались. С этим вас я поздравляю, Ренат, вдвойне. Счет 6-5 в пользу Натаков. Команда Владимира Кляуса отдерживает победу над телезрителями. И вместе с командой Вячеслава Белова будет играть в летней серии «Что, где, когда». Господин Грусь вернулся. Вот имена победителей. Евгений Тёмин, Наталья Жукова, Владислав Силозапович, Ренат Кайбуллин, Мария Карпова и капитан команды Владимир Кляус. Господин Грусь! Господин Грусь! Я вас поздравляю! Благодаря вашему прогнозу команда получит 100 тысяч рублей от компании «Форест Клуб». Внимание! Сейчас будет объявлен лучший игрок команды МТФ. Господин Эш, кого признали лучшим? Я согласен с тем, что изменим абонента. И сегодня лучшим игроком «Что, где, когда» Наталья Жукова. Наталья Жукова, поздравляем вас! Господин Гусельников, кто получит приз за лучший вопрос сегодня? Знаете, я думаю, справедливо, если приз за лучший вопрос, зададим Владимиру Старом. Конечно, 30 тысяч – это не 300 тысяч. Это какой вопрос? О колокольчике? О признанской башне. А, о признанской башне. Пусть это будет небольшой компенсацией за тот моральный ущерб и нервы, который он потратил в эту минуту обсуждения. Господин Гусельников, но всё-таки смотрите, каков наш волчок? 5-0! 5-0! И почти до 5-5 дошли даже, то есть почти до победы дошли. Уважаемые телезрители, все телезрители, точнее одна телезрительница Елена Кузьмина, чей вопрос не выпал из Казани, получит от первой страховой компании компенсацию в 10 тысяч рублей. Третья игра весенней серии окончена! Аплодисменты! 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 В нашем зале присутствует полномочный представитель команды Михаила Борщевского в элитарном клубе «Что, где, когда» – Лариса Рубальская. Добрый вечер, Лариса. Как вам игра? Вмечательно. Вам понравилось? Очень понравилось. Лариса, ну вы, наверное, заждались уже, да, когда наконец вы сыграете? Ну, есть такое, я, конечно, не знаю. Это произойдет через неделю. И у вас есть шанс получить приз от компании «Форекс Клуб». Вам нужно точно спрогнозировать, повысится или понизится на следующей неделе курс американского доллара по отношению к японской иене. Я скажу, понизится. То есть будет расти иена, вы считаете? Расти иена. Я просто так говорю, я совсем не знаю. Я думаю, что вы так говорите, потому что вы много лет провели в Японии. Поэтому вы просто за иену, я думаю, в этом суть. Угадали вы или нет, оправдается ли ваш прогноз, мы узнаем через неделю. Благодарю вас, Лариса. Ждем вас. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами. Волчок бежит по кругу рьяна, Глядят на лошадь игроки. И смотрят в корень ветераны, И в небо их ученики. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ